ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Отлично. Снова вверх, сгибаем в локтях и опускаем вниз. Прекрасное упражнение для разминки. Поехали. Еще два раза. Правая рука начинает. Отлично. Последний раз. Теперь переключаемся на левую руку. Левая рука начинает. Вперед. Сгибаем руки в локтях и опускаем. Напрягаем мышцы рук еще пару раз. Еще разок. Отлично. Теперь вытяните руки перед собой, сцепите пальцы, почувствуйте, как растягивается верхняя часть спины. Сцепите руки за спиной и выверните плечи назад. Почувствуйте, как расслабляется верхняя часть спины и область шеи. Хорошо. Теперь давайте возьмем гантели. Голову держите прямо, согните колено, поднимите гантели и распрямитесь. Поставьте ноги на ширину плеч, согните руки в локтях, образуя прямой угол. Сейчас я покажу вам наше первое упражнение с гантелями. Поднимаете согнутые руки в стороны, считаете до двух и на счет два медленно опускайте руки в исходное положение. Это упражнение развивает мышцы плеч. Повторим этот элемент четыре раза подряд. Колени расслаблены, живот потянут. Начинаем. Поднимаем и опускаем. Это прекрасное упражнение для придания плечам наилучшей формы. Еще два раза. Локти поднимаются на уровень плеч. Ну что, вы готовы сделать еще восемь повторов? Поехали. Локти ведут руки за собой. Работаем плечами. Мысленно представьте себе свои безупречные точенные плечи. Еще восемь повторов? Вперед. Выдыхайте при подъеме рук. Не напрягайте колени. У вас отлично получается. Еще четыре раза. Последние два раза. Отлично. Давайте перейдем к работе с бицепсами. Выверните гантели ладонями вперед. Прижмите локти к бокам и поднимайте гантели, сгибая руки в локтях. Четыре раза подряд. Поехали. Бицепсы расположены как раз в передней части при плече. Сжимаем руки при подъеме. Работайте над этими мышцами, они того стоят. Не надо слишком сильно сжимать гантели в ладонях. Отлично. Вы готовы выполнить упражнение восемь раз подряд? Вперед. Представьте, что у вас в руках зажат орех, и вы пытаетесь его расколоть, сгибая руки в локтях. Четыре раза. Подряд вперед. Представьте, что у вас в руках зажат орех, и вы пытаетесь его расколоть, сгибая руки в локтях. Четыре раза. Последние два. Отлично. Теперь прижмите гантели к бедрам. Поработаем еще немного над основной частью бицепсов. Сгибаем руки в локтях, поднимаем гантели вверх перед собой. Четыре раза без остановки. Поехали. Отлично. Опускаем руки вниз. Пальцы как бы ведут руки за собой. Крепко сжимайте руки. Вот так. Почувствуйте мышцы. Еще разок. Отлично. Теперь давайте сделаем упражнение восемь раз подряд. У вас получится вперед. Ощутите свою силу. Еще четыре раза и все. Ну же, бицепсы. Последние два раза. Молодцы. Расслабляем руки и переходим к упражнению на трицепсы. Немного согните колени и наклоните голову вперед, спину держите прямо. Из этого положения согните руки в локтях, задержитесь в этом положении. Сейчас я покажу вам, что мы будем делать дальше. На счет два выпрямляйте руки назад и затем обратно сгибайте руки в локтях. Ну что, начали? Подумайте о задней части предплечья, когда сгибаете руки в локтях. Чувствуйте, как напрягаются определенные мышцы. Еще пару раз. Чувствуйте напряжение. Последний раз. Теперь, если вы готовы, давайте сделаем упражнение восемь раз подряд. Подтягиваем мышцы. Сгибаем руки в локтях. Еще четыре раза. Не забывайте подтягивать живот. Еще восемь раз. У вас получится, я уверена. Вперед. Шея остается нейтральной, не напрягается. Еще четыре раза. Вот уже почти все. А сейчас приготовьтесь. Я хочу, чтобы вы выпрямили руки за спиной и задержались в таком положении, считая от восьми до нуля. Поехали. Четыре. Три. Два. Один. Вот это да. Выпрямляемся. Из этого положения сгибаем ногу в колени и кладем гантели на пол. Давайте сделаем другое упражнение на трицепсы. Сгибаем правую руку в локт и заносим ее за голову при помощи левой руки. Не давите сильно. Теперь меняем сторону, заносим левую руку назад. Почувствуйте, как расслабляются трицепсы. Давайте сделаем несколько отжиманий для развития области груди. Ложимся на пол, но аккуратно. Не опуская головы, становимся на колени. Отложим пока гантели в сторону. Опускаемся на ладони, подтягиваем живот. На счет два мы будем с вами опускаться и также на счет два подниматься в исходное положение. Шея не напрягается, кубок подтянут. Готовы? Давайте сделаем четыре отжимания подряд. Спину держите прямо. Еще пару отжиманий. И последнее. Теперь можете вытянуться назад. Отлично. Отжимания отлично работают на развитии мышц грудной клетки. Поднимаемся в исходное положение. На этот раз давайте сделаем восемь отжиманий подряд в более быстром темпе. Подтягиваем живот. Вы готовы? Поехали. Если хотите усилить нагрузку, выпрямите ноги. Еще четыре раза. Дышите ровно. И последний раз. Вытягиваемся назад, расслабляемся. Вот это да, отлично. Поднимитесь в исходное положение. Давайте выполним упражнение на верхнюю часть спины и плечи. Медленно и аккуратно опуститесь на согнутых в локтях руках на пол. Из этой позиции вытяните согнутые в локтях руки перед собой, образуя локтями прямой угол. Я покажу вам, как это делается. Медленно поднимайте руки вверх и медленно опускайте их вниз в локти под прямым углом. Выполните четыре раза подряд. Это упражнение воздействует на верхнюю часть спины. Отличное движение для коррекции осанки. Еще раз. Вы готовы? Восемь раз подряд. Тогда поехали. Шея остается нейтральной. Еще четыре раза. Это упражнение идеально для формирования правильной прямой осанки. У вас здорово получается. Давайте сделаем еще восемь раз. Еще четыре. Держитесь. Еще два. И последний раз. Аккуратно выпрямите руки. Поднимитесь вверх, не спешите. Медленно присаживайтесь на пятки, потяните спину, сбросьте напряжение. Вернитесь в исходное положение. Возьмите в руки гантели. Это упражнение развивает запястье. Для начала возьмите гантель в левую руку так, чтобы она оказалась на уровне левого плеча. Локоть не напрягается. Другую гантель возьмите в правую ладонь и вытяните руку так, чтобы гантель образовалась полом. Угол 45 градусов. Подтяните живот и считая до двух, не торопясь, заносите правую руку за спину и согните в локте. Четыре раза подряд. Это упражнение помогает придать спине нужную треугольную форму, делая вашу талию тоньше. Еще разок. У вас отлично получается. Будем выполнять восемь раз подряд. Тогда вперед. Подтягивайте мышцы живота. Отлично. Еще пару раз. Работаем в области спины. Хорошо. Молодцы. Теперь можем расслабиться и пересесть на пятки. Опустите голову вниз, вытяните спину. Отлично. Возвращаемся в исходное положение. На этот раз опираемся на правую руку с гантелей. Локоть расслаблен. Ладонь на уровне плеча. Левую руку выставляем вперед, держим гантель под углом 45 градусов. Подтягиваем живот. На счет два заносим руку назад и на счет два обратно. С левой руки. Поехали. Сгибаем локоть. Подтягиваем живот. Хорошо. Отлично. Заносим руку за спину. Последний раз. Прекрасно. Теперь можете вытянуться и расслабить спину. Молодцы. Положите руки ладонями вниз перед собой. Медленно поднимитесь вверх, как бы разгибая тело волной. Развернитесь. Вытяните правую руку перед собой и ощутите, как растягиваются мышцы плеч. Теперь поменяйте руки, чувствуете облегчение. А теперь занесите руки за спину и выгните плечи назад. И откройте грудную клетку. Сделайте глубокий вдох, поднимите руки за голову. Согните правую руку в локте, чтобы растянуть трицепсы. Теперь поменяйте руки. На глубоком выдохе опустите руки вниз. Вы отлично поработали. Продолжение следует...